Здесь не ждут рекордов и пределов возможностей. Здесь ждут хорошей и слаженной работы. Годы подготовки, месяцы ожидания запусков, предстартовые дни и минуты полета. 520 секунд. Именно они вновь растянутся на дни и месяцы внеземной жизни. 9 минут, чтобы космос вновь оставался открытым для человечества. Клейдоскоп событий, чувств и эмоций. Старт ракеты с космическим кораблем «Союз МС-06». Кульминация работы тех, кто готовит запуск, и тех, кого готовят к космическому полету. Проводы космонавтов. Когда грусть сливается с восторгом, а слезы с улыбками. Детская ладонь прижата к стеклу автобуса. Сын Александра Мисуркина, командира корабля, тоже Александр, радуется вместе с папой. А вот старшие порой не сдерживают слез. Обещал, что все будет штатно. При первой возможности будет выходить на связь. Так что ждем, надеемся, любим, верим. День рождения на пороге, соберемся, конечно. Передадим ему горячий привет. Будем приезжать в Москву на сеанс связи с ним. В семейном кругу. Может, даже и шире семейного круга, конечно. Уже в скафандре командир космического корабля распределяет обязанности в своей земной семье. Назначает старшего по дому на время отсутствия папы-космонавта. Ты помнишь, что ты за старшего остался? Что? Помнишь, что ты за старшего остался? Да, помню. Не имею в виду, но тебе большая ответственность. Хорошо. Саша у нас за главного, Юля за старшего, а я за кого? Королева. А ты королева. Королева? Александр Мисуркин мечтал полететь в космос с детства. Сейчас, как сделать мечту реальностью, рассказывает школьникам, намечая для них дорогу к звездам. Круто быть не блогером, круто быть принцем с мандатом. Я надеюсь, вы согласны? Да, примите, пожалуйста. Отлично, спасибо. Три, два, один. Здесь собрались ребята со всей страны. Воспитанники образовательного центра «Сириус». Эта поездка на космодром Байконур – награда лучшим из них. Пока они создают модели ракет и запускают в небо. Их знания и любовь к космосу наверняка пригодятся во взрослой жизни. Когда ты запускаешь ракеты, ты чувствуешь, что то, что ты очень долго делал, наконец-таки работает, то, что ты вложил в это изделие свою душу, и оно показывает себя. Ракет взлетает, ты смотришь, и она куда-то летит. Но когда задаешь вопросы космонавтам, ты чувствуешь, что разговариваешь с очень серьезными людьми. Это настоящие герои, которые идут в какие-то неизведанные дали. Они не боятся ничего, и ты задаешь вопрос фактически сверхлюдям. Дима Ушаков – будущий двигателист. Именно ему при встрече генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев предложил посетить центр «Келдыша», там, где создают новые двигатели для ракет. До запуска три часа. В кабине лифта экипаж поднимается к вершине ракеты. Внизу остались те, кто пожелал им доброго пути. Певец Александр Маршал накануне дал концерт для жителей Байконура. Его впечатления, возможно, воплотятся в новый сингл «Уже о космосе». Вот этого я себе представить не мог. Я помню вот этот старт по телевизору, черно-белый телевизор вот с таким экраном. И еще помню, Трубач играл. Там какую-то вот мелодию такую. И вот сейчас я здесь, я волнуюсь больше, чем космонавты. Правда. Вот сейчас интернациональный экипаж, да, с американцами. А уже кто только не летал. И японцы, и, я не знаю, и китайцы, и корейцы, да, уже все летали. И вот здесь это яркий пример всему человечеству, как нам нужно жить и сотрудничать. Не надо нам тратить огромные деньги на вооружение и убивать друг друга. А нужно тратить вот на вот это, на освоение космоса, на то, чтобы побороть все болезни, чтобы, я не знаю, полететь к другим планетам. У нас много забот, а мы зачем-то занимаемся ерундой. Вот пример яркий того, как нужно жить на этой планете. Когда, набрав скорость, корабль вышел на орбиту, о невесомости экипажу сообщила маленькая модель первого спутника. Талисман экипажа и символ космической эры. В ближайшие дни, юбилей, 60 лет запуску первого спутника Земли. Полет нормальный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова